режим. Никаких вольностей. Отныне их жизненное пространство измеряется несколькими сотнями квадратных метров. Свобода осталась где-то там, за глухими стенами и колючкой. Отбывать срок они будут кто по закону, а кто по понятиям. Маленький городок Хатышинск в Краснодарском крае. Бывшая кубанская станица. Красивейшее место, утопающее в зелени и цвета. Горный воздух. В 70 километрах море. Почти идиллическая картина. Местные одеты по курортному. На выходной ездят маршруткой в Туапсе. К звукам громкоговорителя из-за стен глухого забора все давно уже привыкли. И люди в форме здесь никого не удивляют. Они работают в исправительной колонии номер 9, где содержится полторы тысячи осужденных. Колония у нас общего режима. Осужденные в нашей колонии содержатся в основном за лёгкие и средней тяжести статьи. Это в основном кражи, наркоманов много, 10-28. Есть, конечно, и тяжёлые статьи, которые за убийство сидят. А основная масса даже что лёгкой и средней тяжести. Разрешите? Разрешаю. Ослуженный Старцева бригадир 18-го отряда. Статья 158-я, 5 лет общего режима. Начало сроком 26-го, 05-го, 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 05-го. Здравствуйте, Старцева. Добрый день. Из личного дела Старцева Сергея Михайловича. Уроженец посёлка Железнодорожный. 1963-го года рождения. Образование средне-специальное. Товаровед. Старцев имел большой срок употребления наркотиков на свободе. Естественно, нужно было доза ежедневная, это деньги. И это всё привело к тому, что он начал воровать. Воровать довольно-таки серьёзно. То есть магазины, это частные дома, квартиры. Естественно, что украденное, ему нужно было кого-то сдавать, сбывать. Естественно, как называют барыги. Ну, а оперативники, естественно, работают как? Именно начинают с тех мест, где эти вещи могут появиться. Вот так вот вышли на него. История того, как Сергей шёл к преступлению, похожа на тысячи других. Даже банально. Ему хотелось красивой, лёгкой жизни. Но эта жизнь погубила его. Из личного дела осуждённого Старцева. Зимой 2004-го, весной 2005-го года совершил серию краж из жилых помещений, похитив имущество на сумму 4, 4,5 и 3 тысячи рублей. Всего 7 эпизодов. Со слов Старцева, всё происходило примерно так. День последней кражи, 20 марта 2005-го года, Сергей запомнил детально. Уже полгода он лазил по домам и квартирам. Работал один. Его ни разу не застали на месте преступления. Вор опытный. Действовал осторожно. К делу готовился заранее. Не торопился. Ну, чё, а как обычно бывает. Смотришь, чтоб хозяев не было дома. Узнаёшь. То ли у соседей, то ли у знакомых. Никого нет. Ну, и всё. Его не останавливали ни хитроумные замки, ни злые собаки. Цель поставлена. Нужны деньги. Ночью. Ночью. Если собака присутствует, собаку усыпишь. Только отравленное мясо, это будет или ещё что-то. Ну, всё. А там дальше дело техники. То ли это замок, то ли это форточка. Разницы нет. Это уже. Поставили, смотришь, как где доступнее, где легче. Вечером Сергей подошёл к частному дому. Как всегда, чтобы не вызывать подозрений, оделся с иголочки. С собой ни сумки, ни документы. Сергей перебросил через забор кусок отравленного мяса. Знал, во дворе овчарка. И стал ждать. Через 15 минут собака утихла. Он проверил. Ударил несколько раз по забору. Пёс не реагировал. Дорога была свободна. Шерстяные перчатки, связка ключей. Замок поддался быстро. Даже не думал, что будет так просто. Сергей знал, в доме деньги есть. Хозяйки то и дело приезжали иномарки. Люди быстро затоваривались и уезжали. Видимо, женщина приторговывала чем-то из-под полы. В тот вечер хозяйка куда-то уехала. Страха, что поймают, не было. Ему нужна была доза. Прошибал пот. Суставы выкручивало болью. Начиналась очередная ломка. А что можно в данном моменте чувствовать? Тут уже в таком состоянии, по-моему, больше руководствуешься инстинктами. Что надо. Ты знаешь, что впереди это деньги. Уже не думаешь о том, поймают тебя там, или ещё убьют тебя там, или ещё что-то. Домушники знают, где обычно лежат деньги. Сергей не суетился. Бродил по дому, собирал всё мало-мальски ценное. Он искал сейф или тайник. В какой-то момент появилось нехорошее предчувствие. Может вернуться хозяйка. Шагнул к шкафу. Начал перетряхивать одежду. На удачу прямо ему в руки выпала толстая пачка зелёных купюр. Сложив всё ценное в сумке, Сергей выскользнул из дома. Он быстро пошёл к тому месту, где припарковал машину. В следующий момент он уезжал тихой дачной улицей прочь. Вскоре он уже звонил в дверь к знакомому барыге, чтобы скорее сдать вещи. В тот вечер Сергей оказался при деньгах. Вечером в кафе были. Посидели, выпили. Сходили в ресторан. Ночью в ресторане посидели, музыку послушали. Укололись хорошо. Укололись. Так вот, так всю ночь. До утра. То есть банально всё банально. Наркотики его изгубили. Утром Сергей пошёл за новой дозой героина. На квартире наркоторговца его и задержали. Так, после трёх лет свободы, он в пятый раз отправился за решётку. Субтитры создавал DimaTorzok Как и у всех осуждённых, каждый день Сергея Старцева начинается и заканчивается построением. Расчерченный плац. Своё место у черты. Рядом в строю ещё 40 человек из его отряда. Отрядом строятся. Отрядом живут в одном помещении. Отрядом ходят в столовую и на работу. Все их перемещения строго ограничены. 600 квадратных метров жилой зоны. 600 метров промышленных помещений. Ближе, чем на 15 метров к забору подходить запрещено. Режим. Все знают, чем чреваты вольности на зоне. При проникновении осужденного во внутреннюю запретную зону, младший инспектор отдела охраны делает окрик. Стой назад. Если после второго окрика осуждённый продолжит двигаться в сторону ограждения, сработает тревожная сигнализация, и инспектор сделает предупредительный выстрел. Если после этого осужденный продолжает движение и начинает залазить на основное ограждение внутренней запретной зоны, уже младший инспектор отдела охраны делает выстрел на поражение. На зоне ты никогда не остаёшься один на один с собой. Здесь невозможно надеть маску. В этом замкнутом пространстве изо дня в день ты будто голенький. Твои настроения, пороки и слабости на виду. О чём думают зэки? О вольной жизни? О красивых женщинах? О море, которое где-то за этим забором всего в нескольких десятках километров? Это с наступлением весны всё приходит за меня, когда всё оживает. Как только весна наступает, естественно, сразу мысли о свободе возникают. Конечно, всё живое вокруг. Как представим, что... Конечно, море рядом, девушки молодые, короткие платья ходят. Свобода, музыка везде. Жизнь, одним словом. Повернули, СИЗО. ШИЗО. Штрафной изолятор. Сюда попадают те, кто не желает отбывать срок по законам зоны, а упрямо пытается жить по понятию. Грубое нарушение режима оборачивается отсидкой в ПКТ, в помещении камерного типа. Для особо идейных воров отсюда прямой путь в колонию строгого режима. За какое нарушение вы здесь сидите? У него не устраивает. У него не устраивает режим? У вас? Не вышел на проверку. Евгений Лукин, 25 лет. Бывший детдомовец. Так называемый отрицалово. То есть тот, кто отрицает требования администрации и условия содержания в исправительной колонии. В ШИЗО попадает не в первый раз. Из материалов личного дела. Евгений Лукин. Статья 105, 158, 159. Убийство, грабеж, мошенничество. Общий срок по приговору 10 лет. С плохишами у нас разговор короткий по большому счету. То есть если ты не выполняешь режим содержания, распряда гняли соблюдаешь, то есть не соблюдаешь те законы, которые необходимы, то о чем тут разговаривать? Торога-то одна. То есть после ряда предупреждений, после ряда воспитательной работы, которая с ним проводится, в штрафной изолятор. Находится там. То есть если он и там продолжает вести себя так же нехорошо, то это ПКТ. То есть это от месяца до шести месяцев сидеть в камере не белого света. Если и там он не понимает и не начинает думать о своем будущем, то это единое помещение камерного типа на базе ИК-2, куда мы их вывозим на год. В ИК-2 осужденные содержатся в условиях строгого режима. Если их эксперименты с отрицанием продолжатся и там, то они будут переведены на тюремный режим. Это самое суровое наказание. Лукина не пугают пять квадратных метров камеры. Отрицаловым он зарабатывает себе воровской авторитет, устраивает разборки и драки, отказывается выходить на проверку, не хочет носить форменную одежду. Шкумки открой! Где матрасы? Потому что жизнь меня устраивает. Что? Жизнь меня устраивает. Сижу. Им не нравится мой образ жизни, поэтому и сижу. А почему не хочешь исправляться, вести себя нормально? А я плохо себя веду, я нормально исправлю. Меня устраивает мой образ жизни. А что это у тебя за образ жизни? Как ты его ведешь? По воровским принципам. Я не иду в ногу с администрацией, она меня не устраивает. Меня режим не устраивает. Меня ничего не устраивает. Я сам по себе. Из материалов уголовного дела. 20 октября 2001 года Евгений Лукин нанес потерпевшему Фомину множественные удары, приведшие к смертельному исходу. Можно сказать, я украл не там, не того человека. Ну, нет. Потянули. Начали мне там рассказывать, верни, не верни. Прирамсили немножко, оскорбили. Я попросил пояснение, мне не дали. Не дал пояснение, значит. 8 лет назад выпускник детдома Евгений Лукин, проходя по тихой улице, заметил в припаркованном возле гастронома автомобиля объемистую сумку. Выбил стекло, выхватил сумку. Но тут из магазина выскочили двое молодых людей. Началась драка. Из материалов уголовного дела. По показаниям Лукина, ему были нанесены оскорбления и побои. Тогда Лукину здорово досталось. Но синяки были не в счет. Хуже было другое. Его назвали козлом и придурком. Дело заводить не стали. Но 17-летний детдомовец затаил обиду. Он знал, за козла те двое должны ответить. Я первый раз его убил. Не, ну забавно оскорбить, он мне не понравился. Я не убил, я забил. Евгений как-то подкараулил хозяина машины и начал его бить, пока тот не перестал подавать признаков жизни. От полученных травм потерпевший скончался. Евгений не сомневался. Он действовал по принципам воровской справедливости. Еще в детдоме он отбивался от обидчиков сам. Тогда и понял, если у тебя сила, тебя боятся. Если тебя оскорбили, можно и убить. можно. Смотри, за какой он. Если вы меня назовете кем-то, не сможете во мне этого обосновать, можно убить. И тебе не будет страшно? Да вам надо бояться, вы ничего бояться. И вот опять ШИЗО. В 5 утра подъем. Нары поднимаются и пристегиваются к стене. Еда. Часовая прогулка под конвоем. В 10 отбой. Это уже его седьмая посадка в изоляторе. И он этим гордится. Чего? Тюрьма, сидим, срок идет. Какая разница, что здесь, что там. Больше жизни не осудят. Ну да. Да, тоже верно, тоже правильно. Полгода просидели, что полгода просидели. Ничего страшного. Ему все равно, что будет после освобождения. Никогда не работал и работать не будет. Жить, как все не хочет. У него свой мир, который он менять не собирается. По сути, есть такой воровской мир. Это наш мир, не ваш. Зачем вы в него лезете? Мы живем своей жизнью, вы своей, чего мы от нас надо. Ну вот, до свободы 10 метров идем годами. А кто-то всю жизнь. Старцеву, 46. До родного Белореченска 90 километров. Но дома он окажется не скоро. Получил, как он говорит, пятеру за кражу. Почти 20 лет из своей жизни он провел на зоне. Это его пятая ходка. На правой руке у него едва заметная наколка. Кот. Что значит, коренной обитатель тюрьмы. Память о прошлых командировках. Здесь практически на территории Краснодарского края нет ни одной колонии, где я бы, как говорится, скажем так, либо не побывал, либо что-то не встречался с кем-то. Побывал везде. Отбывая пятый срок, Сергей неожиданно для себя решил пойти поработать. Говорит, оказывается, есть и другие принципы, кроме как не верь, не бойся, не проси. Молодость и романтика, конечно, была. Я знал многих людей. Конечно, тянулись к этому в свое время, да. Тянулись к этому. Ну, скажем так, кто-то жил этой жизнью. Я придерживался этой жизни. Это большая разница. Ну, придерживался этой идеологии, да. Здесь, на зоне, есть время подумать и вспомнить, как из обычного кубанского мальчишки он постепенно превратился в вора. Сначала улица, дружки, выпивка по кругу, воровство по мелочи. Следить за ним было некому. Мать растила его одна, отца он не помнит. В молодые годы, когда еще только в школе учились, тогда модно было пойти украсть коня. Здесь же все-таки Красноарский край, казачья, отчина. Любили покататься на конях, делали самодельные уздечки, ходили, ловили колхозных коней, воровали. И вечером особым шиком считалось пораскакать на коне, чтобы девчата это все увидели, оценили. Девчонок катали. Все было. Были такие моменты. Сергей Старцев всегда был авантюристом и придумщиком. Искал и находил возможность достать денег. Видимо, поэтому решил пойти по торговой части. Старые навыки, уже заложены где-то что-то в душе. Ты знаете, как если ты можешь что-то делать, то ты будешь это делать. Ты знаешь, что ты при помощи этого можешь добыть себе что-то. Все началось в 80-е. В стране непонятно что, как говорит Сергей Бардак. До уличных пацанов никому нет дела. Заняться нечем. А его почему-то всегда тянуло в компанию к старшим. Особенно к тем, кто побывал на зоне. Раскрыв рот, слушал рассказы бывалых зэков. Оказывается, не ворует только лох. Вскоре сам стал угонять мотоциклы. Потом как-то чудом в этой кутерьме окончил техникум по специальности товаровед. Вскоре придумал схему получения легких денег. Как-то выписал липовые документы и положил в карман 2000 рублей. Понравилось. Но его быстро вывели на чистую воду. Получил небольшой срок. Освободившись, снова устроился товароведом и опять стал изобретать хитроумные комбинации с документами. Опять сел. Сейчас Старцеву вся его прошлая жизнь видится по-другому. С годами приземляемся. Приземляемся с годами. Знаете как? Если, как говорится, раньше верил какую-то свою идею, какое-то братство, может быть, жизнь по-другому укратилась. Сейчас, конечно, с годами приземляешься. Выходишь, понимаешь, что это какой-то мираж был. Мираж. В идиллию пейзажа города Хадыжинска как-то не вписываются невеселые женщины, которые тянутся в сторону зоны с нагруженными сумками. Их сюда привозят автобус из Краснодара. Это матери, жены и сестры тех, кто сидит за колючей проволокой. Если не нарушать режима, то раз в три месяца разрешено длительное свидание. Но только близким родственникам. Светлана уже в пятый раз приезжает к мужу. ВК номер 9 он провел уже три года. Сегодня ему исполнилось 50 лет. Кто бы знал, что свой юбилей он будет встречать здесь. Собирались вообще спонтанно. Уже в последний момент решили, нет, поедем, все-таки юбилеи. Ни о каких особых подарках не думали. Слишком много ограничений. Но юбиляру будет чему порадоваться. Привезли все самое вкусное и себя в день рождения. Это тоже можно быть проблемой, потому что если у тебя нет возможности приехать на день рождения именно в эту дату, то, конечно же, это был большой подарок увидеть нас в свой день рождения. Родные, приезжающие на длительные свидания, никогда в саму зону не попадают. Их проводят через зарешеченный коридор в КПП. Потом, после оформления документов, в помещение для свидания. Кусочек воли. Ремонт в нем делали сами осужденные. Старались для себя. Здесь они хоть ненадолго вспоминают, какая она, жизнь на свободе. Многие после таких свиданий становятся совсем другими людьми. Хотя решетки за пестрыми занавесками и вой сирены, созывающие на построение, быстро возвращают их к реальности. И все же на эти 72 часа можно расслабиться. Расслабляйся. Близкие люди. Спокойно. Эти люди вместе прожили четверть века. Почти половину жизни. Для Владимира это первый и, как он надеется, последний срок. На зону попал в 46 лет. Работал водителем. Жена на почте. Дети давно выросли. Они без особой радости приезжают повидаться с отцом. Но все-таки не забывают. Шлют передачи. Владимиру повезло. Никто в семье от него не отвернулся. Да нет. Таких мыслей не происходило. Даже может быть мало прожили они те, кто отказывается. У меня такого не возникало. Наоборот, как-то были ближе, чем даже был. Рядом с комнатой свиданий кухня. Многие женщины привозят с собой продукты и готовят своим мужчинам любимые блюда. Светлана приготовила свой фирменный борщ. Специально привезла из Краснодара мясо и овощи. За обедом долгий разговор о том, как дома. Вроде бы и еда, как на воле, и любимый человек рядом, и телевизор в любое время. А все равно не свобода. Все общение ограничено коридором и комнатой. Они выйдут отсюда через три дня. Он в зону, она на свободу. В СССР осужденные производили солидную часть валового продукта. Теперь трудовые лагеря ушли в прошлое. На зоне работают только по желанию. производят мебель не только для нужд колонии, но и отправляют на волю. Сергей Старцев бригадир. Отвечает за свой отряд, разносит газеты и письма, следит за порядком в помещении. За свою работу получает четыре с небольшим тысячи рублей в месяц. Только не на руки. У осужденных никакой наличности нет. Все деньги приходят на лицевой счет. По специальной карточке раз в неделю он отоваривается в местном магазине. пакет сахарин. Пачку чай. Чай какой? Пакетах. Черный, фруктовый? Фруктовый, да. Дешевый, дорогой? Подешевле. Мороженое есть? Есть. Три. Два выходит. В магазине ничего лишнего. Только разрешенные продукты. Соки, печенье, конфеты, сигареты, чай. Предметы гигиены, носки и нижнее белье. Категорически исключен алкоголь. Осужденные чаще покупают курева, семечки, конфеты и чай. Летом на расхват мороженого. А, я взял, хорошо? Так, что, не надо? Деньги получает только тот, кто работает. Работают только те, кто хочет. Для всех, у кого нет образования, обязательно учеба. К слову, среди осужденных есть и такие, кто с трудом разбирает буквы. На зоне можно получить квалификацию краснодеревщика, сварщика, повара и хлебопека. Осужденный Неплюев статья 162-2 начало срока 2006-й год 02-го и конец срока 2002-го 02-го. Из личного дела осужденного Олег Неплюев к 1974-го года рождения. Место жительства Сочи. Профессия музыкант. В тот день на пульт милиции Хостинского района поступил звонок. Драка на улице. Звонили прохожие. Скандал начался еще в помещении кафе. Милиция довольно быстро задержала зачинщиков потасовки. К удивлению многих, кулакам дал волю известный по местным меркам музыкант. Олег Неплюев. Неплюев ни разу не был судим до этого. Работал он по ресторанам, по кабакам на побережье. То есть пил живая музыка. И вот в одном из ресторанов у них произошла стычка с посетителем. Какие-то непрязные отношения друг к другу возникли у них. И вот на этой почве у них произошла ссора, драка, в ходе которой Неплюев оказался опять же в тюрьме. То есть свои эмоции не контролировал. Сейчас находится здесь. из материалов уголовного дела в ходе драки возле кафе гражданину Н нанесены побои в результате которых потерпевший получил оскольчатый перелом носа. Еще в 2006 году Олега узнавали на улице. Среди сочинских отдыхающих он слыл заводным музыкантом и неплохим певцом. Его часто приглашали петь в рестораны. Играл все подряд. И классику, и шансон, и блатные песни. Получилась такая, что пел, то и напел. Чтобы так сказать коротко. Что пел, то и напел себе. Да. Пел Круга, пел Наговицына. И знаете, в глубине души я всегда задавал вопросы, даже говорил по телефону, звоню на Украину, мама, ты знаешь, мне сколько лет и у твоего сына даже условного нет. Она говорит, не каркай. Действительно, я не знаю, я не верю в эти суеверия, но получилось так, что сел. Наверное, той вольной жизни Олега многие могли бы позавидовать. Утром неспешный завтрак у моря, днем встречи с друзьями и репетиции, вечером выступления в прибрежных ресторанах. Хорошие деньги, популярность, шампанское, веселье. Тот день начинался, как и все предыдущие. Я проснулся с утра, занимался своими делами, переписал, потому что нужно фонограммы, пришел в это кафе, сел, и мы сидели, просто отдыхали. Мой подельник, он сейчас сидит в армавириной четверке, Паша. Говорит, давай на гармошке поиграм, давай. Мы сели, выпили там бутылочку вина. Олег с другом Павлом сидели в кафе. С собой у них был аккордеон. Знакомые попросили дать инструмент на пару дней на свадьбу, но почему-то так и не приехали. Хорошая компания, привычная обстановка, выпивка. Олег взял аккордеон. Ему почему-то захотелось сыграть. За соседним столиком сидел хмурый мужчина и пил водку. Я вообще не думал, что это какой-то там вспыльчивый. Он спокойно подошел, сказал, можно потише? Я говорю, тут много столов, можно пересесть за другой стол, мы сидим, в компании отдыхаем. Может, какую-то песню? Ну и нет. И пошло слово за слово. И я вам скажу, можно было бы и нам промолчать. Почему? Потому что в этой ситуации ничего страшного не сделал, ничего не было такого, чтобы можно было промолчать, можно было, зная себя, зная свой характер, можно было в этой ситуации просто промолчать. Теперь осужденный Неплюев корит себя за спыльчивость. А тогда решил постоять за свою оскорбленную честь. Мужчина не унимался, предложил выйти на улицу. За ним двинулись Неплюев и Слепцов. Слово за слово началась драка. Потерпевшему были нанесены побои. Попав в отделение, Олег не сомневался, вот-вот его отпустят. Ведь ничего страшного не произошло. Ну подрались. Так ведь все живы. А дело приняло серьезный оборот. Потерпевший на мировую пойти отказался. Более того, обвинил Олега и его товарищи в том, что они отобрали у него 200 рублей. А это уже грабеж. Тот день, когда Неплюев оказался в КПЗ, он запомнил навсегда. Ну и так не кривя душу, я зашел. Человек, наверное, по-моему, 17 или 20 сочетское КПЗ. Это надо было видеть. Просто мое лицо. Я бы хотел свое лицо увидеть в этом. Я зашел, кто знает, например, что такое, Миш, как называется, эстрады, да? Когда заходишь туда. Короче, нару, и там, получается, и кушают, там же и спят. Я туда в туфлях начал ходить, в макосинах. Мне говорят, ууу, Вася, это выражение такое. Говорит, куда ты поперся? Говорит, снимай. Ну и вопросы, кто, что ты, кто ты вообще по жизни? Ну, объясняю, музыкант. Это что, говорит, погоняло? Да не погоняло. Курортные глупости остались позади. Теперь надо было вести себя не по-детски. Ощущение, конечно, смотрит на тебя 20 пар глаз, сверлят тебя полностью. Не из приятных. После, после такого всего пестрого и, скажем, еще похмелье такое было, не тяжкое, но все равно, темно, темно, какая-то лампочка там горит, и все. И сидишь и начинаешь думать, может, это все-таки страшный сон какой-то. Нет, на самом деле нет. Теперь вместо аккордеона и сочинского ресторана баян и клуб исправительной колонии номер 9. Пять лет общего режима. Тот веселый день закончился реальным сроком. Где-то там, на воле, остались теплое море, красивая жизнь, вино в хрустале, обожание отдыхающих. В этой колючая проволока, жизнь по режиму, казенная еда из пластиковой посуды. Обычной посуды здесь нет, ведь из нее можно быстро изготовить заточку или другой запрещенный предмет. О воле напоминают только эти фотографии, которыми когда-то Неплюев здорово гордился. Это 2005 год, Паскагурия, это Валерий Меладзе. Этот гитарист, его Сергей, они часто выступают в сегодня вечере. Работал у Кузьмина, по-моему, 7 или 8 лет. Из всего, что окружает, лишь кровать и тумбочку можно назвать только его территорией. Ничего лишнего, шампунь, книги, фотографии и письма. Никаких ножниц, ложек и прочих потенциально опасных предметов. Ни друзей, ни врагов. Никого, кому он мог бы довериться. Уже не звезда, но еще не свободный человек. Меньше всего хочется, чтобы меня видели в этой робе. Уже хочется что-то одеть, полное, выйти. Ну, ничего. Некоторое время назад сюда, в ИК номер 9, приезжали его знакомые, музыканты. Никто не ожидал увидеть Олега в таком интерьере, в робе, среди осужденных. Но ведь на зоне никуда не спрячешься, даже от себя. Я считаю, это какое-то упущение в жизни, если получилось, что ты сел. Ты сел, ты освободился, и я не считаю, что я перестал быть человеком или кто-то другой. Человек сел, посидел, это тоже какой-то урок. Он что-то для себя обязательно возьмет на вооружение, что так-то, и так-то, и так-то. Я лично говорю, смогу обойти такую ситуацию любыми путями, только что просто. Ну, не нужно оно сидеть. Не нужно. Местная библиотека. Сюда с охотой ходят даже те, кто на воле и читать-то толком не умел. Быть может, все потому, что книги дают возможность на время вырваться из этого монотонного существования, вырваться в другой мир, в другую жизнь. Вспомнить и заново пережить уже забытые эмоции. Детективы и классика зачитаны до дыха. Вечера на хуторе Близняканки, ну, разные книжечки такие вот. Хорошие книжки все, их читают с удовольствием, приходят, берут у нас. У нас еще в ПКТ заказывают энциклопедию, американские писатели еще заказывают, читают с удовольствием все. ПКТ это помещение камерного типа. Там, кроме чтения, заняться нечем. Если учесть, что в камеру можно угодить на полгода, а то и больше, то по-другому убить время не получится. По популярности библиотека на зоне уступает место только телевизору и спорту. «Вечный зов». Это роман, даже кинофильм по этому роману поставлен. «Вечный зов». Вот классика, посмотрим. Что-нибудь комедийное. Ярослава Гашика возьмем. Он писал «Бравый солдат Швейка». Здесь даже за приятным сюрпризом ходят под конвоем. В зону прилетел гусь. По-владному посылка с воли. Такого гуся весом не более 20 килограммов имеют право получать все, кроме нарушителей, но только раз в два месяца. Все посылки тщательно проверяются. Инспектор прокалывает пачки с чаем, ломает батоны. Бывали случаи, когда осужден нам пытались передавать запрещенные предметы. Наркотики, мобильные телефоны. Фотоаппарат, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео, аудио тоже. Средства связи. Всякое может быть. Также может быть, чтобы предупредить всякого рода происшествия, захват заложников и всякие такие нежелательные мероприятия со стороны осужденных, которых могут быть топографические карты-компасы, литература по топографии, тоже, чтобы не было побега. Константин Ретевов, воспитатель колонии, получил юридическое образование в Краснодаре и продолжил работать в ЭК-номер 9. Трудится здесь уже второй десяток лет. Проработав здесь 12 лет, да, я уже, смотря на человека, заходящего в кабинет, буквально побеседовав с ним 5 минут, я могу сказать про него практически все. Потому что глаз уже, как говорится, наметан, уже понимание всего этого есть. Воспитатель знакомится с осужденным сразу же после его прибытия в колонию. Для каждого заводится индивидуальный дневник, в котором фиксируются особенности его характера, поступки и проступки. Воспитатели должны быть отличными психологами, иначе подопечные быстро сядут им на шею. Если ты, как бы, начинаешь давать послабление, они этим очень быстро начинают пользоваться. И, как бы, обратного пути уже нет. Поэтому здесь и задерживаются надолго именно те сотрудники, которые именно с твердостью характера, с твердостью в голосе требуют от них все то, что от нас требует закон. Раз в месяц, а иногда и раз в неделю воспитатель вызывает осужденного на беседу. Давай! Александру 33 года. Детство проходило, как у многих из тех, кто его сегодня окружает. Отца не помнит, он умер вскоре после его рождения. Мать работала, мальчишка пропадал на улице. Пьяный поход на дискотеку закончился сроком. Половину жизни он провел по зонам. Еще будучи малолетним человеком в 17 лет совершил убийство, статья это 105-я, на дискотеке, будучи в состоянии огольного опьянения, в ходе драки опять нанес человеку смертельные ранения, в ходе которых он умер. К 17 годам Александр совсем отбился от дома. Пропадал в дворовой компании. 12 июня 1993 года прошло, как всегда, выпивка, дружки, поиски приключений. Еще выпили, еще выпили, еще выпили, уже к вечеру, ну что, там, собрались, ага, и пошли в толпу, он дальше, полками собрались, человек по 30, там, в толпу, и там уже кто куда, там, кучка туда, пошли, в свои интересы, куда, ну, кучей собрались, что, пойдем на ту дискотеку своим, пойдем, пойдем, там, кто на кого-то, чего-то брата обидел, там, пойдем, найдем его, пошли, найдем, пошли искать Там навались на другого, там же как в дискотеке толкнулся, а что-то толкается. О-о-о-о! И там слово за слово, и пошла драка. Что было после дискотеки, он вспоминает с трудом. Был сильно пьян. Кого-то жестоко бил, кто-то упал, кто-то закричал. Через день по городу пошел слух, что возле дискотеки убили человека. Первой мыслью было бежать. Он бросился из дома, но во дворе его повязала милиция. Отсидев за первое преступление, он мог бы выйти на свободу через 10 лет, а может и раньше. Но в 21 год получил прибавку к сроку. В тот день на автозаке Александра этапировали из одной колонии в другую. Напротив сидел зэк, который давно косо смотрел на Александра. Начали переругиваться. Ссора стремительно переросла в драку. Зэк схватил Александра за горло, начал душить. У Александра в ботинке была спрятана заточка. Он загодя изготовил ее из оловянной ложки, что уже само по себе преступление. О том, что будет, не думал. Выхватил заточку и пырнул нападавшего в бок. Конечно, шокирующее состояние. Вначале было такое, что у девушки палки. И уже на мысли, ага, это же опять сло. Само собой, ощущение страха это было. Бежать из автозака было некуда. И тут Александр успокоился. Нападал, значит, враг. Значит, он правильно с ним поступил. По понятиям. А потом решил, раз жизнь так катится, пусть будет, что будет. Хотя время от времени задумывался. Брат-бизнесмен честно зарабатывает на жизнь. А он по зонам шатается. Как-то ему в руки попала газета с объявлениями о знакомствах. Симпатичная вдова, без вредных привычек. Скромное, доброе, чистоплотное, хорошее хозяйство. Ведут здоровый образ жизни. Приглашаю к себе мужчину, который будет обладать таким же качеством. Не старше 67 лет. Желательно с автой. Объявления о знакомствах даются в местной газете. Читать их не возбраняется. Ничего плохого в этом администрация колонии не видит. На многих осужденных это действует положительно. Все такие старые все бабушки. Бабуйские. Опа, блядь. Любляю. Братария. Тридцаточка вот такая есть. Тридцать лет. Симпатичная краснотарка, добрая, с чувством юмора. То объявление Александр увидел случайно. Решил рискнуть. Все-таки какое-то разнообразие. На письмо девушка ответила. Как ни странно, его судимость ее не остановила. А потом она прислала свою фотографию. Фотография у меня не сохранилась. Потому что когда здесь было время одного, мы заводили. В процессе потерялась у меня. И адреса, по-моему, потерялась. Я даже в то время, когда потерялся адреса, заводил. Когда же она напишет, когда она напишет. И ей написать не могут. Не помню адрес. То так, раз, постоянно писал конверт, возьмем раз. Писал, переписал. Ничего, потом она написала, и все нормально. Девушка приехала на одно свидание, потом на другое. Неожиданно Александр предложил ей пожениться. Здесь же, на зоне, сыграли свадьбу. Молодая жена регулярно приезжала в колонию. Они ни разу не гуляли на воле. Все их встречи проходили в помещении для свиданий. Вскоре женщина сказала, что беременна. А потом у них родилась дочка. Александр тем временем самоутверждался на зоне. Устраивал драки, не выходил на проверки, за что часто его отправляли в штрафной изолятор. Несколько раз жена и дочка приезжали его проведать. А он в это время сидел в ШИЗО. Он потом выверстал замечать, что и письма долговато стали идти. И она то денег нету ехать, то еще что-нибудь. Ну, путями всякими, по танцовке. Я узнал, он говорит, что уже от двух городов не говорили. Вот так, двух городов тоже есть, кстати, приехал. Встретился с ним, знакомый был. Он его поинтересовался. А вот так, вот так. И жили он там уже с другим. Пал жизни за решеткой. Никого не боялся. Жил по понятиям. И тут его бросила женщина, которую он, наверное, любил. Его будто перевернуло. Начал работать. Мать перестал провоцировать конфликты. К нему продолжала ездить дочка, правда, не с матерью, а с бабушкой. Девочка совсем не боялась, когда отца приводили конвойные. Ко мне нормально воспринимают, но у меня все постоянно на свиданке. Пава там, плыв, от шеи не отцепишь, лисит. Аж, можно сказать, когда приезжают, кому угодно стоить, что вот на и есть прелесть жизни, когда ты знаешь, что ты кому-то нужен, да, и тебе кто-то нужен в этой жизни. Вот уже 9 лет одно и то же. Подъем в 6 утра, 60 шагов до туалета, умывание, пару десятков шагов до столовой, после завтрака 40 шагов на работу, в 5 часов обратно, ужин, немного личного времени. Через два года у Александра закончится срок. Он сел в самом начале 90-х, а выйдет в 2010-м. Теперь на свободе другая жизнь, которая и страшит, и манит. Зона спит. В общежитии горит ночная лампа. Сотрудник администрации проверяет, все ли на местах. Еще один день прошел, сделан еще один шаг к свободе. Быть может, Александру снится этот сон. Но пока этот сон не о нем. Лапин Сергей Владимирович. Дата рождения. 83-я. Статья. 161-я, сейчас 2-я, срок 3 года. Еще секунда, и эти люди на свободе. Если захотят, могут начать жизнь заново. Но память, как вспышками, то и дело возвращает их туда, куда они попали не по своей воле, но часто по своей глупости. Они уходят, чтобы никогда сюда не вернуться. Увы, это получается не у всех. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...